всем привет сегодня я хочу рассказать как дела с моими орхидеями которые я получила по почте и которые я купила по интернету питомники из окленда 1 орхидея это была взрослая орхидея она пришла цветущая и три орхидеи которые были подростками цветущая орхидея она называлась и называется firebird или по-русски это жар птица значит орхидея была очень красивая пришла с таким красивым цветоносом с красивыми цветами но она пришла вся практически без корней у меня кстати есть видео на котором я ее достаю из горшка в котором она пришла я его ссылочку на него там внизу под видео и его можно будет посмотреть корней практически не было вот это вот то что осталось здесь это очень немножечко видно то что там осталось от этих корней с этой стороны так и практически ничего не видно а там чуть-чуть корешок какой-то ну где-то там они внутри достают немножко до воды практически это вот эти два корешка за счет которых она пытается выжить значит и получила я их 21 января сегодня 25 февраля что произошло за это время орхидея пришла с такими мало того что гнилыми еще и черными корнями я ее обрабатывала фундазолом тоже есть видео о том как я это делала за это время которое прошло прошло это практически месяц и четыре дня орхидея нарастила вот один корешок раскуклила раскуклила вот такой малюсенький корешочек тут чуть-чуть его видно и нарастила вот я надеюсь его видно вот такой здесь корешочек отрастила листик отодвину подальше чтобы было видно вот такой она отрастила листик каким образом я ее реанимировала значит так как я уже сказала я ее сразу обрабатывала практически сразу фундазолом тоже есть видео как я это делала я это видео там дам ссылку на него внизу под этим видео потом я ее поместила над она у меня стояла вот эти вот корни к нам немножко оставшиеся они доставали до воды и она стояла над керамзитом то есть как бы к шуб корешки немножко касались такого влажного керамзита я ее сбрызгивала водой вот листья в ней практически тургора нет никакого там вот этот единственный листочек так туда-сюда еще вот потом через какое-то время я ее решила поменять ей так сказать место вернее не место а это сосуд которым она стояла для реанимации переставила ее в вазу внизу у меня в этой вазе насыпаны такие стеклянные шарики для утяжеления а здесь она стоит в пеноплексе порезанный строительный материал пеноплекс я пытаюсь ее реанимировать пеноплексе почему пеноплексе но все-таки я нахожу что керамзит он таки довольно тяжелый для корней какой бы он там ни был легкий всплывал но он тяжелый а пеноплекс он практически не имеет веса он такой очень легенький и при необходимо и в нем от растения когда ты его это я вот пошатала его да но так крепенько там сидит а при необходимости если надо что-то посмотреть можно так вот взять аккуратненько кусочек достать оттуда и посмотреть а что же там делается а делается там вообще не очень хорошие я не знаю видно или нет наверное видно вот есть вот такое черное пятно черное пятно я постараюсь наверное еще раз обработать ее фундазолом вот и в то же время потом когда ты это посмотрел так берешь так аккуратненько сюда помещаешь этот кубик и орхидея продолжает находиться и я нахожу что ей тепло в этом материале я налила сюда воды то здесь налита вода корешки вот туда до этого уровня корешки касаются этой воды и что я еще делаю я сбрызгиваю ежедневно ежедневно у нас сейчас хорошая температура была двадцать пять двадцать шесть градусов для орхидеи я ежедневно сбрызгиваю ее водой также периодически там может раз там неделю где-то я сбрызгиваю таким раствором hb101 то есть это вот раствор разведенные я покупала на ebay раствор hb101 как там написано по инструкции 1 1 2 капли добавила на литр воды и из этого литра я там использовала для растений делала когда и поливала использовал а часть я отлила в этот пузыречек и просто сбрызгиваем корни листья то есть использую его таким образом и также я сбрызгиваю вот у меня есть вода то есть как я уже говорила я сбрызгиваю листики и корни водой где-то два раза наверное в день получается у меня вот я считаю что как бы результаты на сегодняшний день очень неплохие плюс я еще забыла сказать я ее обрабатываю янтарной кислотой получается где-то раз в две недели я замачиваю листья то есть ну вот в этой же вазе в такой же вазе у меня есть вот такая пустая ваза я в ней развожу 10 таблеток по 0 1 грамма янтарной кислоты развожу в литре потом процеживаю потому что там всякие наполнители есть в таблетках и потом замачиваю ее листьями прямо так переворачиваю кверх ногами замачиваю листьями ой наверное целый час она там стоит потом я ее переворачиваю и замачиваю корнями в этой янтарной кислоте вот удалось мне это сделать сейчас скажу сколько один один раз я замачивала и а еще я накладывала сразу я накладывала спонжики на листьях они были вообще совсем никакие я накладывала спонжики с янтарной кислотой на листья также я беру набираю в эту же вазу воды где-то там через день или когда там я не так конкретно через день а там может быть там когда я имею возможность и время этим заниматься то я беру и эти листья опуская прямо воду с одной стороны поставила вазочку с другой стороны поставила вазочку и эти листья стоят в воде то есть я считаю что результат на данный момент если вы посмотрите это видео в котором показано какие там были корни то я считаю что результат на данный момент очень хороший то есть родился листик и растет такой родился корешочек вот корешочек который раскуклился тоже там еще я не буду вытягивать но там на одном таком к старом корне тоже раскуклился корешочки там появилась такая маленькая зелененькая пупочка вот и отрос новый корешочек то есть ну есть надежда что орхидея все-таки выживет и порадует меня своим цветением в перерыве между двумя частями видео чтобы сделать вам красиво я покажу свои цветущие орхидеи вот орхидеечка которая называется андора это орхидеечка миничка беленькая с розовым называется лина это орхидеечка называется морелия такой красивое название ну дальше там идет орхидея сантьяго такая вот она розовенькая это орхидея называется spring то есть весна это орхидеечка такая она вообще только на божественно божественно красиво она называется савион это орхидея тайда розовенькая не знаю название пока я еще не определилась вот та такая красавица тоже такого винного цвета не определилась я еще с названием это ансура gold ну а это у меня одна из реанимашек которая цветет таким вообще каскадом божественным божественной красоты часею немножко повернул вот так вот очень красиво и это орхидея вивальди ой это вообще потрясающая орхидея если у кого есть возможность покупайте вивальди она у меня с июня месяца и вот с июня месяца она у меня я ее купила с этим цветоносом она его постоянно доращивает и постоянно раскрывает на нем цветы то есть это вот уже сейчас февраль это июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль то есть восьмой месяц беспрерывного цветения я даже не могу и подкормить удобрениями ну вот так вот это вам такого красивенького чтобы можно было немножко полюбоваться а не только смотреть на реанимашечки также хочу показать орхидеи которые пришли одновременно жар птицей и их 4 купила три подростка и одно взрослое растение вот подростки пришли в более-менее хорошем состоянии то есть они пришли с более-менее нормальными корнями с хорошими листьями с неплохим тургором и в общем то они я их посадила и они так теперь хорошо как бы растут и развиваются вот 1 1 орхидея называлась тайшим angel ангел такой она меня немножко волновала у нее было вот такое черное пятно она и есть на листике ну стоит на одном месте ничего с ним не делается и было пятнышко вот такое на втором листике тоже ничего тургор у нее хороший корешок вот она растит хороший воздушный листик не очень видно но маленький листик такой ему только немного еще где-то около двух дней или трех дней тому листику она отрастила в общем орхидея в хорошем состоянии и хорошо растет и развивается все три орхидеи я посадила в керамзит сверху присыпала перлитом для сохранения влажности и все три орхидеи стоят в таких вот поддончиках которые насыпан перлит ну как бы так то есть извините керамзит то есть как бы для лучше такой может аэрации и налита вода туда для того чтобы стоять как бы орхидеи на мокрых пяточках у нас сейчас жарко 25 было 26 градусов сегодня он 25 было в квартире имею ввиду и поэтому орхидеи быстро сохнут я их сбрызгиваю каждый день утром и там где-то во второй половине дня получается водичкой просто сбрызгиваю иногда сбрызгиваю вот этим же как я уже показывала раствором hb101 там может раз в неделю по листикам листики вытираю ну то есть как бы орхидеи к вот из них анжел в хорошем состоянии по-русски она будет называться ангел это вторая орхидеи к которая называется все вкус то есть цирк она вообще тоже в хорошем состоянии у нее хороший тургор вот листик такой хороший отрос за это время то есть напоминаю прошло месяц и четыре дня и вот тут вот я сегодня не знаю видно или нет так освещение не очень вот тут такая я увидела зелененькая такая точечка это прорезался новый корешочек воздушный ну а так там горшочки все в порядке и орхидей к растет и развивается и третья орхидей к которая называется а сердце он кунг квад это песня кунг квад песня прибоя она тоже хорошо себя чувствует от у нее тут новый корешочек растет она отдала листик такой вот уже хороший выглядит он неплохо раскуклила воздушный корешочек который пришел закупленный в общем орхидей к чувствует себя хорошо то есть подростки себя чувствует хорошо наверное можно их заказывать но я для себя приняла решение что я больше подростки заказывать не буду ну почему ну потому что я не хочу ждать когда они вырастут и когда они зацветут было сказано в аннотации к этой покупке что цветение должно быть через 6 18 месяцев ну и не хочу ждать так долго потом волноваться в каком придут состоянии эти цветы поэтому я решила что лучше я все-таки буду покупать в магазине там видно какое состояние точки роста какое состояние листьев какое состояние корней какая там шейка у растения то есть все это можно оценить и принять решение то есть хочешь ты покупать этот цветок или не хочешь и это значительно я нахожу что это значительно лучше и удобнее чем ждать и гадать а в каком состоянии придет тебе цветок а если учесть что я большое растение получила ужасном состоянии полностью с гнилыми корнями которая как вы видели требует такой обстоятельной реанимации то лучше все таки я буду покупать уже готовое растение магазине ну а подростки это если кто хочет то наверно может заказывать в интернете вот ну а я решила что больше заказывать не буду ну подожду пока эти вырастут я посмотрю действительно ли они то что на них написано сурсон кумкват цокус и энджел ну или это будет что-то другое если кто не подписался на мой канал пожалуйста подписывайтесь нажимайте квадратик такой красный под видео и будем встречаться каждый день видео у меня выходит каждый день всего доброго